Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Жернакова представляет видеопрезентацию, посвященную 140-летию со дня рождения Евгения Замятина, автора первого всемирно известного романа-антиутопии «Мы». Инженер-кораблестроитель по образованию и первоначальной профессии Евгений Иванович Замятин в пору молодости был увлечен освободительными идеями, революционной волной 1905 года. Он участвовал в нелегальной работе социал-демократов, провел несколько месяцев в одиночке и был выслан из Петербурга. Замятин сразу понял, что события 1917 года – это уже совершившаяся судьба его родины. Он сознавал масштаб, грандиозность происходящего. Правда, в его глазах это величие было скорее трагически. Замятин хорошо видел ту непомерную цену, которую стране, народу, человечеству приходится платить за попытку революционного перелома истории. Наблюдательный взгляд Замятина точно улавливал крайности действительно свойственной эпохи. Для людей, совершающих революцию, человеческие жизни – ничто в сравнении с их целями, их стремлениями. Тем более жизни представителей чуждых классов и слоев. Замятин был убежден, что революция во многом лишь усугубляет давние исторические недухотечества, понижает духовный потенциал личности в России. Он опасался, что это губительно скажется на судьбах страны и исказит будущее общества. И предостерегать от этого он считал своим долгом художника. Так появилось самое значительное произведение Замятина – роман «Мы». Что же такое антиутопия? В утопии показывается мир лучший, чем тот, в котором живет нынешний читатель, где решены все конфликты и проблемы. Такой, например, была первая утопия Томаса Мора. В переводе «утопия» – «место, которого нет». Там есть идеализированное будущее, как в «Снах» Веры Павловны, героине оптимистического романа Чернышевского «Что делать». А антиутопия переворачивает все с ног на голову. В романе рисуется далекое будущее 31 века. На земле воцарилось всеобщее математически безошибочное счастье. Его обеспечивает единое государство, но счастье, которое оно дает людям, лишь материальное, а главное в общих, одинаковых и обязательных для всех формах. Каждый человек получает сытость, покой, занятие по способностям, полное удовлетворение всех физических потребностей. И ради этого должен отказаться от всего, что отличает его от других – от живых чувств, собственных стремлений, естественных привязанностей и побуждений. Словом, от собственной личности. Само понятие «человек» заменено понятием «нумера». И золотые бляхи с присвоенным «нумером» каждый носит на груди. Все живут по законам часовой скрижали, в одно время встают и ложатся, одновременно подносят ложки к рту, все вместе по четыре номера в ряд выходят на прогулку. Строго в определенные дни любят друг друга. Любовь каждого и каждой – предмет, доступный для всех. Она регулируется розовыми талонами. Всякие собственные чувства и предпочтения запретны. Все это называется состоянием идеальной несвободы, в отличие от дикой свободы прежних веков. Однако человеческая природа не выносит такого пусть благополучного, но безличного существования. Вопреки безупречно организованному устройству жизни, пробиваются, дают себя знать и живые человеческие эмоции и страсти. Герой-повествователь Д-503, математик на государственной службе, восторженно преклоняющийся перед единым государством и его рассудком, начинает ощущать эти чувства в себе самом. Он влюбляется, его тревожат мечты и странные мысли. И те же неясные стремления к чему-то, неожиданные эмоции, обнаруживаются у тысяч других номеров. Кульминация этого сопротивления человеческой природы, механическому благоденствию, становится заговор против единого государства и восстания. Его возглавляет И-330, женщина, которую полюбил главный герой. Это восстание во имя любви, во имя права на собственные чувства и пристрастия, во имя возвращения к естественной жизни. Роман построен как повествование от первого лица, в форме дневниковых записей главного героя. В записях Д-503 положение человека в обществе будущего передается через поток его внутренней речи, внутренний монолог. Замятин с большим искусством строит этот монолог, прослеживая день за днем, как в одной из единиц механического множества пробуждается живой человек, просыпается жизнь души, мир чувств и влечений, голос страстей. Писатель изображает это как мучительную душевную драму героя, как его разлад самим собой. Этот разлад – тайна бытия личности в Д-503 с безличным существованием нумера. Нервный, возбужденный рассказ о любовных переживаниях Д-503 постоянно пересекается повествованием о строительстве интеграла, о буднях и торжествах того мира, которым правит единое государство, с его беспощадной логикой математических уравнений, физических констант, доказанных теорем. Все это изложено сухим, строгим языком отчета и репортажа. Сама словесная ткань здесь передает атмосферу, лишенного радостей и страстей почти механического существования. И в то же время здесь угадывается авторская ирония, скрытая насмешка над общественным устройством, делающим людей просто функциональными единицами трудового коллектива. Это усмешка художника, ценящего живого человека выше интересов любого государства. Женщины и мужчины в романе носят одинаковую униформу, за всеми осуществляется контроль. В государстве действует один руководитель, так называемый благодетель, только одна партия, лидером которой он является, и которая побеждает на безальтернативных выборах каждый год, а не на беспорядочных, как у древних, где неизвестен был заранее самый результат. И где все граждане нумера, существа не только бездуховные, так как нет никакой религии, но бездушные в прямом смысле слова, у них нет душ. И если у кого-то душа появляется, то это считается опасной болезнью. На финал романа мрачен. Рассудочная и бездушная машина единого государства одолевает сопротивление. Разработанной поголовно осуществляется операция по удалению у человека фантазии, а с ней всего человеческого – неудовлетворенности, живых переживаний, воображения. Замятина описывает пытки и мучительные операции, которые тоталитарное государство применяет к нумерам. Так в людях уничтожается личность, и восстание обречено на поражение. А герой, в ком пробудилась была индивидуальность, подвергнут операции и тем вновь обезличен, опять верно служит бездушию единого государства и предает свою возлюбленную. В 1920 году Замятин обратился немножко с наивными надеждами в советские издательства по поводу публикации романа «Мы». Он верил в свое творчество, в то, что молодую советскую литературу поднимет на новую высоту этой книгой. Он обратился с рукописью к Горькому, Чуковскому и Пришвину. Но все трое были в ужасе. Каждому произведение показалось необыкновенно опасным, антисоветским. Невозможность опубликовать роман на родине, а Замятин был русским человеком, привела к первым расхождениям с партией. Замятин стоял на точке зрения Ницше, что счастье не может быть всеобщим, не может строиться по единому образцу. Может быть, конфликт с властью не был бы таким острым, если бы мы не издали в 1924 году в США в хорошем переводе, сделав достоянием миллионов англоязычных читателей. Замятину прислали какой-то ничтожный гонорар – 10 долларов. Фантазии Замятина отозвались во вполне конкретной исторической практике. Автора романа «Мы» не раз упрекали в искажении социалистического будущего. С ним страстно полемизировал один из лучших советских критиков Александр Воронский. Он осуждал писателя именно за то, что тот изобразил коммунизм в виде какой-то сверхказармы. «Памфлет бьет мимо цели», – утверждал Воронский. Увы, это оказалось не так. Действительность в нашей стране на известное время превзошла даже худшее опасение Замятина. В 30-е и 40-е годы миллионы людей были превращены в номера. Но не на золотых бляхах эти номера писались, а на лагерных бушлатах. Воронский оказался в числе тех, кто был расстрелян под одним из этих безымянных номеров. Замятин всегда отстаивал независимость творчества. Он писал в 1924 году. Правды – вот чего в первую голову не хватает в сегодняшней литературе. Писатель слишком привык говорить с оглядкой и с опаской. Оттого очень мало литература выполняет сейчас заданную ей историей задачу – увидеть нашу удивительную, неповторимую эпоху со всем, что в ней есть отвратительного и прекрасного. Независимая, неуступчивая позиция Замятина делала его положение в советской литературе все более трудным. С 1930 года его практически перестали печатать. Была снята с репертуара пьеса «Блоха», а трагедия Атилла так и не получила разрешения к постановке. В этих условиях Замятин в 1931 году обратился с письмом к Сталину и просил разрешить ему выезд за границу. Просьбу Замятина поддержал Горький. И в ноябре 1931 года Замятин уезжает за рубеж. С февраля 1932 года он живет в Париже. Замятин никогда не был уверен, что до конца останется жить за границей. Эмигрантом вроде Мережковского, Бунина или Шмелева он не стал. Сохранил советский паспорт, платил все время за бронь ленинградской квартиры. Мало того, к моменту организации первого съезда советских писателей СССР Замятину предлагают вступить в новое объединение. Горький ничего не имеет против и его принимают. При этом в письмах весьма резко отзывается о культе личности Сталина, говорит, что когда читают советские газеты, где все клянутся верности вождю, у него начинается острый приступ морской болезни. Да и эмиграция Замятина не особо приняла. Поначалу его приезду обрадовались, но быстро поняли, что он не собирается никаких антисоветских материалов печатать. Нина Берберова в мемуарах говорит прямо, что Замятин этим оттолкнул от себя эмиграцию. Умер Замятин в Париже в 1937 году. Меня зовут Д-503. Я гражданин единого государства, города счастья и гармонии. Пусть всегда будет солнце, Пусть всегда будет небо, Пусть всегда будет благо, Пусть всегда будем мы. Ужасная женщина. Кто она? Я ее раньше не видел. Что ей нужно? Поздравляю. У вас образовалась душа. Вы и есть Кровь и плоть города под куполом. Эти красные платья и духи уничтожили миллиарды людей. Женщины сгубили планету? Страсти. Он врет вам. Государству двести лет, а сколько мы знали благодетелю? Только одного. А вы слышали сказку древних? Про то, как первые люди потеряли свой род. Инстинкты древних коварны. Они пробуждаются. Если дать им волю. Это любовь. Это то, что древние называли любовью. Прости меня, прости. Древний дом? Зачем мы здесь? Знай своего врага. Вот любя врагов твоих. А кто еще мог бы быть благодетелем? Может быть, вы? Давно ты стражей добирал? Кто его строил до тебя? Кто такой благодетелем? Если вас заинтересовала данная тема, предлагаем рекомендательный список литературы. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Какие раска твари? Как я? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!